Павлодарская область заняла первое место в республике по привлечению инвестиций. Их сумма по итогам прошлого года составила 450 миллиардов тенге. Какие проекты регион собирается запустить в этом году, а также о том, как сэкономить бюджет области и каждой семьи, Аким Павлодарского региона рассказал на брифинге СЦК. Эти советы на вооружение взял и мой коллега Иван Тулинов. Кризис пришел первым именно в Павлодарскую область. С таким заявлением Аким региона начал сегодняшнюю пресс-конференцию. Сначала удар ощутили Павлодарские товаропроизводители. Выпускаемая продукция в прошлом году стала неконкурентоспособной, когда российский рубль ослаб до 2,5 тенге. Вместе с тем объем производства промышленных предприятий снизился на 4,2%. А крупнейшая компания по строительству вагонов и вовсе перестала выпускать продукцию. Для обеспечения загрузки этого предприятия мы направили предложение по принятию специальной программы лизинга грузовых вагонов. И правительство сегодня рассматривает эту программу. В ряду с этим во втором полугодии 2016 года планируется организация производства железнодорожных вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров. После того, как тенге был отпущен в свободное плавание, экономика Павлодарской области стала оживать. Канад Базубаев объяснил это на примере одного из ведущих предприятий по выпуску стали. Когда тенге настолько окреп, что стал 2,4 тенге за рубль, Киев Пистил стал выпускать 2,5 тысячи. С 23 тысячи – 2,5 тысячи в месяц. Еще пару месяцев, наверное, перестал бы выпускать стальную продукцию. Как только курс стал 4,5 тенге за рубль, знаете, сколько выпуск продукции стал? 28 тысяч. Возвращение паритета между тенге и рублем, по словам Акима, положительно отразилось и на пищевой промышленности. Экспортеры начали вновь отвоевывать рынки соседних российских областей. По стоимости и качеству мясная продукция из Павлодара уверенно конкурирует с изделиями российского производства. К тому же глава региона готов научить, как покупать отечественные товары еще дешевле. Если приезжаете в Павлодар, пойдем вместе на рынок. Ну, в смысле, не так, чтобы я как Аким. Наденем вдвоем бейсболки, очки и пойдем поторгуемся. Несмотря на сложные экономические условия, все намеченные проекты в сфере жилищного строительства Аким области обещает сдать вовремя. В планах Акимата запустить в этом году 11 проектов по карте индустриализации и создать 600 новых рабочих мест. Через несколько дней официально откроется теплица по выращиванию голландских роз. На 5 гектарах будут расти 7 миллионов штук цветов в год. Теплица находится рядом с Экибастурской ГРЭС-1. Вся излишняя тепловая энергия, которая просто в окружающую среду выбрасывалась, теперь будет использоваться данной теплицей. На сегодняшней пресс-конференции Аким Канад Базумбаев отличился яркими высказываниями о своей работе. Я же публичная персона. Это моя работа, терпеть. На вопрос, чем бы он сам хотел запомниться, как Аким Павлодарской области, Базумбаев ответил, что хочет изменить жизнь жителей веренного региона в лучшую сторону, при этом отметив, что покидать свой пост пока не планирует. Мы Акима вообще люди бесстрашные, ничего не боимся. Если бы мы что-то боялись, мы на Акима бы не работали. Иван Тулинов, телеканал 24КЗ, Астана.